Как уже ранее было сказано, выбор терапии первой линии метастатического ртального рака определяется почечной функцией больного. Вам прекрасно известны критерии Гальского по оценке возможности проведения цисплатин, содержащей химиотерапии. Вам известны критерии ГУПТ, критерии платинопригодности больного. Я же в своем докладе хотел бы остановиться на категории именно цисплатин непригодных больных. Согласно базе данных Великобритании, половина пациентов с метастическим ртального рака в целом не получает никакого противоопухолевого лечения. И лишь треть больных достигает второй и последующей линии. При этом медиана общей выживаемости разительно отличается между пациентами, как получивших, так и не получивших какое-либо противоопухолевое лечение. Таким образом, основной вклад в продолжительность жизни больных с уротиальным раком вносит именно первая линия терапии. Вопрос. А все ли цисплатин непригодные больные являются все-таки цисплатин непригодными? Не так давно опубликован сетевой метаанализ пациентки эффективности режима GC в сплит-доз разделения цисплатина на первые и восьмые дни по 35 мг на метр квадратный. По результатам данного исследования исследователи выявили, что причинами отказа от режима ГЕМЦИС в стандартных дозах явились почечная дисфункция, неудовлетворительный соматический статус, возраст пациентов старше 70 лет, коморбидный фон. При этом частота объективных ответов выжена комбинацией GC-сплит-доз по сравнению с гемцитабин-карвоплотином, такая же, как у GC в стандартных дозах и МВАК. Медиана выживаемости без прогрессирования между четырьмя этими группами больных не различалась. Однако исследователи провели дополнительный анализ, в котором исключили исследования, в которых представлено отношение рисков, лишь скорректированное. И тогда, после этой хитрости, уже медиана выживаемости без прогрессирования было больше в группе больных, получивших GC-сплит-доз, нежели гемцитабин-карвоплотин. Таким образом, мы можем рассматривать проведение цисплотин-содержащей химиотерапии у молодых больных с пограничным значением SKF 40-60 и малым числом сопутствующих патологий. Эффективность карвоплотин-содержащих режимов в категории больных цисплотин-непригодных была изучена в исследовании RTC 3986, в котором сравнили два режима МКАВИ, метатриксат, карвоплотин, фимбластин с гемцитабином и карвоплотином, первичная конечная точка, общая выживаемость, которая не различалась между обеими этими группами. При этом гематологическая токсичность выше в группе больных МКАВИ. Также исследователи провели незапланированный поданализ, по которому разделили больных в связи с причиной, по которой они являются цисплотин-непригодными. И те больные, которым цисплотин не провели из-за почной дисфункции, несколько выиграли от этой химиотерапии. И, возможно, именно они являются теми пациентами, которые нуждаются в интенсификации в проведении GC сплит-доз. Но это лишь на уровне рассуждений. Исследования Javelin Bladder 100, в которые включались пациенты, получившие 4-6 курсов первой линии по поводу дисминированного урталияльного рака, и у которых не отмечено прогрессирование послеплатно-соряжающей химиотерапии. И рандомизированы в две группы. В группу поддержки вилломабом, либо в группу в лучшей сопутствующей терапии. Первичная конечная точка общей выживаемости, и это исследование на период 2020-2021 года действительно стало крайне значимым, ведь впервые продемонстрировано улучшение общей выживаемости в первой линии терапии. Медиана в группе вилломаба составила 24 месяца против 15 в группе поддержки. При этом при проведении поданализа исследователи оценили влияние платинового агента на медиану общей выживаемости с момента рандомизации. И пациенты, получившие цисплатин, на 4 месяца, но жили дольше, чем пациенты, получившие карбоплатин. Что еще раз подтверждает тезис. Если пациент может получить цисплатин, он должен получить цисплатин. И таким образом, вилломаб является стандартом первой линии терапии диссиминирного ратериального рака прямо сейчас и, наверное, еще некоторое время. Далее, химия иммунотерапия, комбинированное лечение исследовалось в двух протоколах. Это инвигра 130 и 361 и комбинированная иммунотерапия в исследовании Данубе. Сразу стоит оговориться, что эти исследования имели иерархический дизайн. То есть, можно было перейти к оценке эффективности моноиммунотерапии с химиотерапией лишь в том случае, если тройная комбинация обыграла бы химиотерапию. Но этого не произошло. Не продемонстрировала эффективность тройная комбинация против стандартной химиотерапии. Поэтому все дальнейшие оценки моноиммунотерапии с химиотерапией носят незапланированный анализ, эксплуаторный. Для этого нет стат гипотезы. Мы не можем четко говорить, что это лучше. Обратите внимание, на популяцию пациентов с ПДЛ 2-3. Верхняя граница доверительного интервала 1,08. Да, снижение относительного риска смерти на 34%, на 32%. Но можно ли доверять четко этим данным? Очень большой вопрос. То же самое касается пембролизумабов исследований КИНОТ-361. Он вообще не продемонстрировал улучшение общей выживаемости даже в группе больных СПС более 10. Он даже карбоплатин не обыграл. Исследование КИНОТ-052, в котором включались пациенты цисплатин непригодные, которым проводилась моноиммунотерапия бембролизумабом до прогрессирования неприносимой токсичности или в течение двух лет. Первичная конечная точка и частота объективных ответов. Частота объективных ответов составила 29%. При этом наибольший выигрыш получили пациенты с поражением только лимфоузлов. Очень благоприятный кокорта больных. При этом если ответ все-таки достигнут, точнее так, не отмечено прогрессирование заболевания на фоне терапии бемболизумабом, то медиана достижения объективного ответа не достигнута. Есть зависимость от СПС. Пациенты с СПС более 10 получают наибольший выигрыш от проведения иммунотерапии. Точно так же, как и в медиане общей выживаемости. 18,5 месяцев против 9,7. Но это вторичная конечная точка. Таким образом, мы можем использовать моноиммунотерапию при СПС более 10. Или в случае, если пациент является платиной непригодным. Исследование InVigor-210. Когорта-1 с точно таким же дизайном и точно такой же первичной конечной точкой. Частота объективных ответов составила 24%. Здесь не отмечено преимущество в зависимости от PDL в общей выживаемости. И таким образом, точно такое же показание, как и для пембролизумаба, мы можем использовать отеза для пациентов, у которых есть абсолютные противопоказания к препаратам платины. Нашумевшее исследование K-NOT-A39 и EV302. Только что Марк Игоревич прекрасно все рассказал. Добавить нечего. Полный фурор. Выигрыш во всех подгруппах. По всем первичным и вторичным конечным точкам. Единственный вопрос, что 40% больных в группе сравнения, в группе стандартной химиотерапии получали овелумаб. Да, потому что протокол был открыт в тот момент, когда еще не знали результаты стерния джевелин-блада 100. Все-таки потом несколько видов изменили. Но, естественно, не успели набрать необходимое количество больных, чтобы вообще нам идеально жилось с вами. При этом комбинация продемонстрировала эффективность вне зависимости от платинопригодности, вне зависимости от СПС, вне зависимости от висцерального поражения печени. Прямо у всех все хорошо. Но не только уроталиальным раком богат мочевой пузырь. Встречаются и неуроталиальные опухоли, такие как плоскоклеточный рак, аденокарцинома, рак урахуса, мелкоклеточный рак. Согласно данным многоцентрового ретроспективного анализа, в нескольких европейских странах было вычленено 46 больных. Неурториальные гистотипы, чистые неурториальные гистотипы отмечены всего лишь у 15 пациентов. А вариантные гистотипы, в которых неурториальный компонент составлял более 50%, у 36 пациентов. Всем больным, практически всем больным, проводилась платиновая химиотерапия, которая и демонстрирует свое преимущество вне зависимости от гистологического подтипа. Но, так как наибольшее число включенных пациентов это пациенты с вариантным гистотипом, то и мы транслируем такой ответ, что платиновая химиотерапия – стандарт для вариантных гистологических подтипов. Исследование второй фазы, давнее 2007 год, по оценке эффективности режима тип, также при неурториальных раках мочевого пузыря. Исследование изначально ставило свою целью включить 46 больных, однако, в связи с редкостью патологии, длительным набором в это исследование ограничились всего лишь 20 пациентами. Из них 11 – это аденокарцинома, 8 – плоскоклеточный рак, и мелкоклеточный рак у одного больного. Пациенты с аденокарциномой жили лучше на фоне терапии типом, нежели пациентов с плоскоклеточным раком, что на самом деле лично для меня вызывает некоторое удивление, потому что режим тип очень часто применялся в раке шейки матки, раке опухоли головы и шеи, как вариант индукционного лечения. Но, однако, с течением времени все-таки свой статус потерял. Ну и лично для меня очень интересное исследование Ultima, которое было представлено буквально 2 месяца назад по оценке эффективности режима эмфо-ференокс при раке ураху с довольно-таки редкой патологией у метастатических больных. С первичной и конечной точкой, частотой объективных ответов, исследование является позитивным, оно имело 201 дизайн Симмонса. В случае, если у 15 первых наполненных больных достигалось 4 объективных ответа, исследование дальше продолжалось, и, соответственно, оно было продолжено. У 13 пациентов наблюдался объективный ответ, что вылилось в медиану общей выживаемости 20 месяцев. Это потрясающий результат для такой редкой опухоли, ведь до этого стандартом являлась платье, содержащая химиотерапия с гемцитабином, и там таких цифр уж точно получено не было. Тот пример, когда несколько центров могут объединиться и набрать всего лишь 20 больных, зато какое дело сделали они для нас с вами. У нас абсолютно точно есть стандарт первой линии для крайне редкого подтипа. И, видимо, пора уже включать этот режим химиотерапии в неадьювант рака урахуса. Ну, например, так сейчас мы делаем в центре имени Блохина. И, подводя некоторые итоги, касаясь именно пациентов цисплатин непригодных, безусловно, стандартом нашим, отечественным, это будет платье, содержащая химиотерапия на основе карбоплатина, с последующей поддержкой авилумаба. Пока что других опций у нас нет. У пациентов с абсолютными противопоказаниями к терапии платины это моноиммунотерапия, пемпродизумабом, рематозизумабом, просто за неимением лучших опций. Монохимиотерапия гемцитабином или паклидокселом практически не демонстрирует каких-то результатов, и в целом, наверное, не должна использоваться в клинической практике. На этом у меня всё. Спасибо. Спасибо большое, Эдгар Рудикович. Ну, я позволю себе один краткий вопрос. Не могу не позволить. Всё-таки гемзар и, ну, имеется в виду, и карбоплатин с последующим авилумабом. Мы знаем, что только каждый третий пациент получит контроль над заболеванием. И, тем не менее, всё равно вы ставите это на первое место. По сравнению с чем? По сравнению с иммунотерапией. Сразу. Помимо... С иммунотерапией. Ну, сразу иммунотерапию пациентам, которые могут получить карбоплатин, ну, в целом, это опция, которая не показала своей значимости. Нет, нет, извиняюсь. Да. С пояснением, если это гиперэкспрессоры. Даже если это гиперэкспрессоры. Всё равно карба и последующая иммуна. Конечно, у них есть шанс длительного ответа и всё в этом роде. Но пока нет проспективных, грамотно спланированных исследований, я считаю, что эта опция не совсем должна применяться во всей широкой популяции, тем более, что таких рекомендаций нет ни в ЭСМА, ни в НССН, ни в ВИАУ, ни у нас. Всё-таки опция моноиммунотерапии отдаётся только платиной непригодным больным. Хотя всё, конечно, на усмотрение врача, который видит пациента. Спасибо большое.